Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня мы в гостях у Айдамира Потокова в его мастерской по изготовлению народных инструментов по дереву. Это пахачич, шачапшин. И то, о чём мы сегодня особенно поговорим, это сёдла классические, черкесские. Спасибо Айдамер, что согласился в интервью. Ну, первый вопрос, который подписчики всегда задают. Почему именно народные инструменты, народное искусство, сёдла, почему ты именно к этому пришёл? Как ты к этому пришёл? Ну, я уже много раз рассказывал другим спрашивающим. Ну, я просто всегда сидел во мне, что что-то хочется делать руками, именно дерево, вообще и металл, и всё. Но в детстве учителей у меня не было. То есть ещё и стеснялся, я почему-то должен был, ну, как будто я должен был всё знать уже. И вот не умею, и мне стыдно о ком-то, кого-то спрашивать. Потом получилось так, что встретился с Замудином Бучевым. Вот это я всегда подчёркиваю. Это действительно вот такой спусковой механизм, крючок. Когда я увидел, что человек делает своими руками, вот, ну, вещь увидеть одну, а человека, нет, человека и вещь рядом, когда видишь, и получается, это вот он сделал вот это. И так как дух соревновательности у нас есть, а тем более у меня, как бывшего спортсмена, я говорю, вот мне интересно, вот всё, да, ну, играть я, наверное, сейчас не буду, но вот делать бы я делал. Он удивился и дал мне деревяшку, дал мне лекало, говорит, вот, вот такую маленькую сделаешь. И тогда уже можно и большую, то есть один в один. То есть там уже какие-то сложности, но это уже потом. Я сделал, одновременно я делал у него уже большой. Дома сидел, пилил и строгал дома свой, другой. И вот так, вот так. И потом Замудин предложил, говорит, вот у меня есть старое седло, посмотри, ты, наверное, и седло сможешь сделать. А я с детства любил лошадей и всё время рисовал лошадей. Всё время. То есть я рисовал разных, ну, просто вот с первых своих рисунков были у меня всё время кони. И так как не получилось иметь коня, лошадь, я к этому вопросу подошёл уже в зрелом возрасте через, через седло, через все остальное. И когда я уже понял, что я хочу это делать, я начал искать мастеров, кто это мне покажет и научит. То есть я уже перестал стесняться, что там я не знаю чего-то или что, я просто шёл и уже учился. Бывает отказывали, но не часто. Всё-таки мастера, все думают, что мастера что-то скрывают, но они понимают, что... Мастерство надо передавать, да? Не то, что передавать, просто мастерство невозможно. Вот просто так человек не может это сделать. То есть там огромное желание должно быть и нет-нет, какой-то талант хотя бы. То есть научиться можно всему. Без желания или просто на желании заработать денег ты мастером не станешь. Вот, к сожалению, так. Это потом уже включается, там, экономические механизмы. А на самом деле, первоначально это в человеке играет, он хочет это делать. А мастер, если он чувствует, что человек хочет, готов ученик, готов мастер. Разумно. А, кстати, вот вопрос такой. Каким видом спорта ты занимался? Я занимался кикбоксингом. Кикбоксинг, да? Да. Потому что часто упоминаешь? Ну, ты это, как бы, знаешь, вот, есть такое выражение. Талант зреет в тиши, характер закаливает в боях. Он мне очень нравится. То есть, занятие спорта мне дало определенные качества развития. То есть, это терпение, усидчивость, там, в любом случае, какое-то напряжение чувствуешь. А тут внутри я был спокоен, а внешне я закалился. И это спокойствие дало такую почву для роста вот этого внутреннего желания заниматься творчеством. А сейчас практикуешь спортом? Да, я занимаюсь периодически, форму поддерживаю. У нас нельзя без этого. Ну, да, кстати, согласен. Тогда скажи вот по поводу седела. В изготовлении седла, ну, что бы ты отметил? Наиболее сложные моменты какие есть? Может, писать материалы или какие-то элементы? Нет, с материалами вообще проблем нет. Ну, для начала, пока я не знал, где это все взять, может, и было. Но, на самом деле, важно. Вообще, седло – это такая вещь, которой лошади изначально неудобно. И надо добиться максимального удобства для лошади. Подогнать по нее, да? Да. У нас традиционное седло. Я не скажу, что это самое лучшее седло в мире. Но это седло – самое лучшее седло для местных лошадей. То есть, кони все равно разные, породы разные. Кому-то очень подходит ковбойское седло. Оно шикарное. Но для наших лошадей, с ихней конструкцией позвоночника, мышц и тому подобное – это наше больше всего подходит. То есть, все седла, которые у нас здесь бытуют, это на основе вот этого седла. Они упрощенные. Но, может быть, упрощенные для того, чтобы их быстрее делать. Это невозможно быстро сделать. Пока. Нам сколько занимает, примерно, среднего седла? Ну, где-то, если только им заниматься, где-то месяц, наверное. Это самое короткое время, за которое можно сделать. Но, как бы мы не применяли еще суперновые какие-то оборудования, там, ЧПУ и тому подобное. Ну, может быть, и будет это. Но это серьезное вложение. Так. А вот, ну, ты упомянул, да, про седло ковбойское, седло вот такое. А, допустим, вот ковбойское седло, неподходящее лошади, если его использовать, то есть, какие побочные эффекты? То есть, у нас седло, оно стоячее. У него вот, вот оно высокое. Это не касается позвоночника, не касается спины. Потому что у нас, у наших лошадей, позвоночник как бы чуть-чуть вверху выступает. А полки, они лежат на мышцах, не касаясь позвоночника. А кони, допустим, европейские, там, американские, они по структуре, у них нет мышцы выше позвоночника. Когда ты накладываешь седло, оно не касается позвоночника. Значит, углублено как бы, да? Да, позвоночник как бы углублен. То есть, ну, я точно не могу сформировать, просто сильно туда не углублялся. Просто я понял этот принцип. Двухкостные, однокостные, они как-то делятся. То есть, этот момент. Люди, которые хотят для своих лошадей что-то лучшее, они пытаются купить лучшее. И попадают в определенную ловушку. То есть, это вот ковбойское седло самое лучшее, самое разрекламированное. Но местные, которые пользовались, кому-то подходит, ну, породы штурм тоже все разные, кому-то подходит, а кому-то нет. Те, которые в походах участвуют, в каких-то переходах там на 50-60 километров, кони нет-нет страдают. Поэтому надо вот этот момент очень скрупулезно изучать. Самим, кто хочет покупать, им надо изучать этот момент. Поэтому и не факт, что ко всем лошадям подходит мое седло, но к породам, которые здесь на Кавказе, к кавказским, к черкесским, кабардинская порода, да, к ним подходит. То есть, даже на арабские вот эти кони тоже великолепно подходят. То есть, они все как бы вот одна другую заменяют. Поэтому у нас вот эта форма, вот этот шаблон, как можно сказать, по которому я работаю, вот он хорошо подогнан под лошадь. А тут вот набивка в ней какая идет? Современный материал синтепон, потому что, ну, пока он будет слеживаться, пока он там постареет, пока он скомкается. Я не знаю, сколько нашим седокам на ней надо ездить. Да. При том, что она не ломается, ее вытащил там, раскрыл, опять туда запихал. То есть, в принципе, его можно периодически поддерживать? Да, и с этим вопросом я сталкиваюсь постоянно. Кто-то говорит, конский волос туда. Но конский волос тяжелый, во-первых, он тоже комкается. Потом, вообще, Тури Пух там был. Тури Пух. Тури Пух, его можно в горах где-то, вот где у них лежка там или что по весне, можно собирать. Или же где-то надо застрелить 150 туров, чтобы этот пух туда... Это были исследования, ко мне подходили люди, говорили, вот мы исследовали начинку подушки, там где-то в Турции, там в исследовательском институте. И получилось, что где-то около 150 туров Пух там лежит. Ничего себе. Ну, это да. Или собрать-то еще сколько времени? Да, это собрать. Ну, тогда, наверное, дичи было все-таки больше, чем сейчас. Но не обязательно, чтобы у всех был Пух. Это мы все привыкли к стандартизации чего-то. Но нам это не надо. На самом деле, туда можно и пух, туда можно и... Я не знаю, если ты в поход идешь, зерно туда можно насыпать, чтобы коня нет, подкармливая. Там примерно три ведра точно туда зерна уйдет, любого. Ну, это все индивидуально, в общем. Все индивидуально, да. Можно просто траву, смотря в какой ситуации ты находишься. Скажи еще вот такой момент. На сегодняшний день, к примеру, часто вообще заказывают? Насколько это сейчас популярно? Часто не скажу, но люди, которые уже брали, которые привыкли. То есть, манера сидеть на нем, вот в седле. Вот это все, надо этому учиться, на самом деле. Потому что он специфический. Тут есть психология народа включается. То есть, определенные неудобства компенсируются функцией, функционалом. То есть, это вот касаемо любых вещей, которые у нас есть. Это и Колыбель, это и Анна Куша, Анна. Всего-всего касаемо, это получается, определенные есть неудобства для человека. Но они дают ему здоровье, спокойствие и функциональные предназначения. Поэтому подушка, это очень функциональная вещь. То есть, в походе даже, когда на ней спишь, очень удобно. У тебя голова как будто в каком-то скафандре. То есть, мы ее переворачиваем. Получается, мы когда ложимся, под щекой вот эта. То есть, она как подушка под голову? Очень удобно на ней спать, очень. Ну, все-таки она кожаная. Нет-нет, там можно вспотеть или что-то еще. Но, если ты лежишь, у тебя получается сзади не поддувает. Здесь руку подкладывать не надо. Все, как в скафандре. И то же самое, если ты даже вот так ложишься, то же самое. Вот ты лежишь спокойно. То есть, очень удобно. Она многофункциональная получается. Подскажи вообще вот седлок из каких частей элементов состоит? Ой, из элементов много. Из элементов много, да? Ну, основная, основная это вот деревянная основа. Это орчак по-русски. Вот все на него навешивается. Тут ни единого гвоздя. Все склеивается. Да, да, просто склеивается. Склеивается из четырех частей, да. И там уже просверливается. И все к ней крепится. И сколько вот в среднем стоят эти будут засылаться наши подписчики? Мы, вообще я понимаю, что седло оно дорогое. И не то, что дорогое, в изготовлении получается очень много времени занимает. Невозможно его сделать, чтобы оно стоило там хотя бы 30 тысяч не получается. Тут материалы, одна кожа, чего стоит, постоянно растет цена. И где-то около 60, ну максимум 70. Это в самом простом исполнении, с простыми пряжками, которые сейчас можно на рынке найти. Если это все делать самому индивидуально, как вот раньше делали по чекешскому вот этому историческим вот этим всем вещам, то получится уже дороже. Там и литье должно быть, там много должно быть, очень много вещей, которые, ну как бы сейчас я пока еще не осилил, но к этому все равно иду. Потому что люди, у людей уже деньги есть, и это черное седло называется, то есть рабочие. Ну как рабочие? Оно красивое, оно все, но украшений нет. Но люди уже и хотят и с украшениями, и могут себе позволить, да. Конечно, у многих, я понимаю, у многих болит душа, хотят на черкесском сидеть, вот они там соревнуются друг с другом. Но я могу им помочь только на данный момент качеством и как-то договориться о под сне что-то. Но меньше определенной суммы я уже не могу просто физически. Это же умеется. Потому что я один и пока не получил. Нет, ученики есть, но все-таки тут мастерство надо нарабатывать, это все время. Я так понимаю, в более другом варианте это же и кожевенные работы. Да, просто даже сыромятину взять хорошего качества сейчас негде. Вот я попробовал в этом году сделать сыромятину сам, но немножко ошибку допустил, то что взял очень капризно. То есть буйволинную шкуру я взял, хотя она очень мощная, очень крепкая, но с ней немножко волокиты больше. Но этот путь я прошел и все за и минусы я понял. Но надо делать из сыромятины все-таки по старинке, потому что плюсов больше, чем минусов. Потому что кожа, она все-таки любой материал натуральный, он живой. Если он максимально превращен в что-то механическое, то есть та же самая заводская кожа, она уже не так поддается каким-то этим. То есть изменения только одни, она высыхает и рвется. А сыромятина тоже высыхает, но за ней можно ухаживать. Ну да, с проверенным временем что-то. Да, да, с ней определенные нужны манипуляции. Понял. Спасибо большое тебе за интервью. Пожалуйста. Наши подписчики напишут там в комментариях, может быть еще какие-то вопросы возникнут по поводу седла, как по функционалу. Не, ну, насчет седла можно много говорить, я могу продолжить, но... Ну, сейчас, я думаю, да, пока предварительно мы договоримся. В общем, ребят, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вы хотели еще узнать. Я думаю, Айдамир, в принципе, будет не против поделиться еще какими-то знаниями, которые вас интересуют. Тут невозможно все это спрятать. Это огромная лекция. Да, это... Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите. Всем пока.